Штраф в размере полутора тысяч рублей за размещение и установку похорон на атрибутике вдоль автомобильных дорог. С такой инициативой выступили парламентарии. Закон и проект находятся на рассмотрении в Государственной Думе. Какова реакция граждан, родственники которых трагически погибли на дорогах края, и что делать с уже установленными памятниками? Ситуацию разбиралась Елена Хзанян. Очень древняя традиция ставить на место гибели человека шест и повязывать тряпицей. Позднее мода пошла на венки и надгробия по обученным дорогам. А то и вовсе памятники или импровизированные могилки с оградками. Весной 1993 года на этом месте произошла трагедия. В ДТП погиб молодой человек. Родственники похоронили его в Грузии. Это единственное место, куда приходили в память об усопшем его друзья, оставшиеся в Забайкалии. Они же и установили памятник. После проведенных дорожных работ на этом участке памятник снесли. Мы каждый год после того, когда он разбился, приезжали сюда. В день его гибели, годовщину, тело просто было отправлено туда, на родину. Для нас важно было. Мы думаем, что здесь надо поставить памятник, чтобы приезжать на то же место, где он разбился, чтобы вспоминать его. Законов, регламентирующих установку таких памятников на обочинах дорог, нет. Лишь косвенно правовые отношения в данном вопросе регулирует федеральный закон номер 257. Там четко разъясняется, кто и при каких условиях может заниматься строительством, установкой различных конструкций на прилегающих прайс и территориях. А вот ответственности за снос, например, таких ритуальных раритетов никто не несет. В прошлом году было демонтировано много бесхозных памятников, которые люди в порыве, когда близких потеряли, тяжело себя переживали эту ситуацию. Они памятник установили, а потом либо сами уезжали куда-то отсюда, либо, может быть, сами уходили в мир иной. А за памятниками никто и не ухаживал. И во что это превращалось? Они зарастали травой, засыпались землей, таблички обветшали, ни фотографий, ничего. То есть это неуважение получается уже к усопшему. По христианской традиции памятники принято ставить на месте захоронения. А там, где человек трагически погиб, издавна высаживали дерево. Считалось, что дерево – душа человека, и оно таким образом потянется к небу. А в честь кого оно растет, будут знать лишь близкие. На места погребений нанесли на живые цветы, прежде всего. Эти вот видимые знаки об усопших, они уместны не на обочинах дорог, они уместны на кладбище. Законодатели предлагают не просто очистить российские автодороги от несанкционированных памятников, а штрафовать тех, кто их устанавливает. Будет ли этот закон в случае принятия эффективен, сказать трудно. Многое зависит от самих россиян. Дорожники отмечают, уже сегодня памятников на дорогах становится меньше. Это место можно назвать кладбищем демонтированных памятников. Сюда их привозят практически со всех автомобильных дорог Забайкальского края. Родственники погибших, озабоченные исчезновением надгробий, приезжают и забирают их обратно. Но, как утверждают работники ДМРСУ, на прежних своих местах памятники не появляются. Елена Хзанян, Сергей Мозор, Вести, Чита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова